Дорогие друзья, мы продолжаем еще раз всем доброго, бодрого утра. Итак, в Екатеринбурге создали свою рок-оперу силами молодых музыкантов. Вот по этому поводу мы и будем общаться с нашими гостями. Да, премьера рок-оперы состоялась в мае этого года. И вот сейчас все подробности спектакля мы узнаем у Анны Махнёвой, автора рок-оперы Элоэ, Ольги Гибадулиной, исполнительнице роли Беатричи, и Евгения Махеева, аранжировщика, исполнителя роли черта в рок-опере Элоэ. Всем вам доброе утро. Да, хочу поправить. Доброе утро, дорогие друзья, Евгения Махаевна. Доброе утро. Ну что ж, расскажите, пожалуйста, имя Беатричи мне знакомо. Больше я пока ничего не знаю. Сам играл в спектакле с Беатричей. Расскажите, пожалуйста, в чем суть, о чем эта опера? Ну если кратко, то, конечно, опера в первую очередь любви. Понятно. То есть мы специально взяли очень простой сюжет, вечный сюжет, демон влюбился в ангела, и вся ситуация, вся история закручивается вокруг их любви. А вот дальше уже там различные нюансы. Жизненные перипетии. Жизненные перипетии, да, сюжетов. То есть вокруг персонажей еще есть ангелы, вот как раз Беатричи и Архангел Михаил, да, и вокруг свита демона, у нас тоже черт, и есть еще грешница, такая душа, которая не определилась, собственно, за ее душу, вот тоже идет. А сколько всего человек участвует в спектакле? Всего в спектакле занято порядка 20 человек, из них 6 солистов, остальные, ну, танцовщики, танцевальная группа. Так, а все-таки сценарий, он основан на каком-то литературном произведении, или это такая фантазия ваша? Ну, не совсем. То есть изначально в основе лежит поэма французского писателя Альфредо де Виньи, Элоа, но она очень творчески литературно переработана, да, и добавлены новые персонажи, то есть практически, кроме главных героев, там, скажем так, все остальное уже... Трансформировано. Трансформировано, да, и изменено. Да, вообще сложно с нуля создавать такое огромное произведение, тем более это мюзикл. Сколько времени вам потребовалось на это? Нам потребовалось порядка трех лет, то есть на... Три года, серьезно? Да, это на написание текстов, вокальных партий и аранжировки. Это очень... Ольга, Евгений, рассказывайте, пожалуйста, о себе. Вы профессиональные вокалисты, либо у вас есть еще какая-то дополнительная профессия, очень хочется о вас узнать. Ну, давайте начну я. Я не могу сказать, назвать себя профессиональным вокалистом, профессия у меня другая. Какая? Я электроэнергетик. Вот так. Неожиданно. Хорошо. Но музыка была с детства моим любимым занятием, и, в общем-то, долго ей занимался, и вот в итоге как-то стал частью вот этой вот машины. А вы работу не оставили на время репетиций? Ольга, а вы инженер каких-нибудь станков сталелитейных? Нет, нет, я тоже не профессиональный певец, хотя я пою в коллективе в музыкальном диапазон, но как бы моя профессия осталась далеко. Я начала петь после того, как вышла в декрет. То есть это тоже ваше хобби, по сути, да? А у вас вообще весь штат артистов непрофессионалов? По сути, это для нас, для всех хобби. Так получилось. Ну, невозможно не отметить, естественно, костюмы. Насколько мы разбираемся в этом стиле? Это стимпанк? Не совсем похоже. Который как-то интересно сочетается с оперы. Расскажите об этом. Не совсем так. Дело в том, что костюмы отнести к стилю стимпанка достаточно сложно, но действительно элементы стимпанка в костюмах присутствуют. Вот поэтому интересно. Да-да-да, то есть элементы действительно есть. Все правильно. А почему это появилось? Почему появился стимпанк? Как-то общая какая-то идея, любовь к этому стилю? Не совсем. У нас просто, ну, скажем так, идеи спектакля, они пересекаются частично с идеями, близкими стимпанку. Поэтому мы решили оформить в таком стиле. А сколько вообще создавались костюмы по времени, кто их делал? Отдельно обученные люди или своими силами? Костюмами занималась Екатерина Мальцева, это наша солистка. И Карина Звониская, наш гример и дизайнер. Она профессиональный дизайнер. Мы еще слышали, что вы занимаетесь сейчас студийной записью альбома, основанной на этой рок-опере. Правильно? Да. Когда можно будет это уже послушать, не только увидеть? Так, Евгений Роджировщик. Ну, работа, правда, ведется. Мы дорабатываем музыкальный материал. Вот буквально вчера доработали последние нюансы. Впереди запись вокальных партий. Ну, после этого будет сведение мастеринга. Ну, то есть примерно где-то, я надеюсь, 100 месяцев через 9. Как ребенка! А сколько всего? Ну, я так понимаю, что все-таки мюзикл, значит, что он состоит из нескольких песен, да? И там еще есть диалоги какие-то. Или он ведь не совсем? Это рок-опера. Это рок-опера, да? То есть у нас весь сюжет передается посредством песен. А по времени сколько? Два часа. Два часа, ну, два часа 15 минут с антракта. А хотя бы три минуты из этих двух часов можно вырвать для нас? Я думаю, я думаю, можно. Попробуем. Итак, друзья, демо-версия рок-оперы Элоя здесь, в студии программы Утро ТВ. Чу вас. Чу вас. Субтитры сделал DimaTorzok Одна лишь исцеление души, Одна и лишь одна в благословении. Свой сеть пространств и манья во времен, Создание Бога, жизни, совершенства. Но те, кто был хоть раз не одарен, Позвали рай, и райское блаженство. Сволка сердца пускай стучит, Ангелову музыка звучит, Невсок година уходит за дальний край. А вглубь сейчас или май, А на земле или рай, в любви едина. Вон земная птица темноты Парит высоко над землею грешной. И первые невинные цветы Срывают предрассветную небрежность Сквозь сеть пространств и манья во времен, Она поет росой очарованья. Но те, кто был хоть раз и обвинен, Познали боль и адские страдания. Сволка сердца пускай стучит, Ангелова музыка звучит, И песовщина пляшет, Вручая нам яд, Сор ты дружок, Кремлот, Рай на земле и льд, Любви едина. Это благословение твое, Это птица отмеченная огнем, Выбор не перепутать этих слов любви, Но все равно, Какую ты ее всегда зови. Сволка сердца пускай стучит, Ангелова музыка звучит, И песовщина пляшет, Пусть хоть до небес, Нищий ты ли крест, Ангел ты ли без, Любви едина. Любви едина. Любви едина. Рок-опера Элоя. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Мы отправляемся на концерт, Это точно. Тут уже никаких сомнений нет. Состоится он 13 ноября в ЦК Урале. Друзья, мы предлагаем и вам сходить. А у нас в гостях были Ольга Гебадурина, Евгений Махаев. Это участники рок-оперы, И Анна Махнева, ее автор. Друзья, ну что ж, Буквально через несколько минут Мы вернемся в эту студию. Будем с вами продолжать общаться На тему нашего сегодняшнего эфира. Поэтому оставайтесь с нами.